здравствуйте вы на канале айспик и с вами я олег павлюченко сегодня у нас в гостях исследователи из белгорода виктор максименков и мы с ним решили ответить на некоторые вопросы которые мы стали получать после того как выпустили свои фильмы о трех лунах спутниках нашей планеты медгард или земля и сегодня мы попытаемся ответить на самые основные из этих вопросов и для этого я передам слово виктору максименко пусть он начнет первым свой доклад и расскажет свои наблюдения и результаты своих исследований по трем лунам в истории человечества здравствуй олег здравия слушателям здравствуй до сегодняшняя наша тема доказательства наличия трех лун на орбите земли в прошлом поэтому я хотел бы поделиться своими наблюдениями для этого включу экран покажу свою презентацию теми находками которыми удалось найти и доказать что действительно прошлом у земли было именно как минимум три луны свое расследование я проводил согласно ведом прошелся по всей земле веда это просто знания которые распространены по всей земле вот тех кто их распространял были мной найдены в египте шумеру перу в индии китае и я хочу вас познакомить с теми находками что дошли до наших дней дело в том что нас наука пытается убедить что сибирь это не научная какая-то территория там ничего интересного нет а на самом деле сама же наука открыла профессор ларичи в основном изучал эти находки обсерваторию сундуки в сибири которая 17 30 тысяч лет сибирскую календарную систему которую как раз мне удалось расшифровать и найти эти луны и по это я хотел бы вас познакомить именно с находками сибири и другого мира потому что самые древние находки которые известны мне сейчас они родом из сибири перед вами картинка на которой показаны эти находки и кстати оказывается все изучение других мест америки египта шумера генетически все равно кстати приводит сибирь это уже не мои открытия это открытие научной системы и американской международной они все равно попадают сибирь и это не зря вот восстановленные находки которые показывают что в себе всегда жили там наши люди хоть 30 тысяч лет назад хоть 16 лично я в своих исследованиях ставил задачу посмотреть когда же все таки это произошло потому что в ведах описано например катастрофой северного полюса с дарией вот она на глобусе бихаима мартина 1492 года европейском и когда я эти глобусы увидел ну и зная про сибирские находки то стало понятно что нужно искать ответы и и и находиться ответственно их мы меркатор 1595 год показывает что были дополнительные континенты но вместе с этими континентами гласят легенды погибли и луны дело в том что сибирская календарная система содержала которой от 17 до 30 тысяч лет ну по признаниям науки кто ее не кому она не нравится тем меньше дают лет кому кому нравится больше ну сам факт это малтынская пластина и ачинский жезв это всего лишь два две кости мамонта ачинский жезв это 15 сантиметров где-то длиной а малтынская пластина 7 на 3 на 12 зачем я это говорю оказалось что эти карманные айфоны прошлого содержат информацию о трех лунах движение солнца и пяти планет и общим циклом синхронизации 1008 лет мы все с вами живем в семидневной неделе не знаю откуда она взялась но по легендам она взялась от знаменитой луны лели и увидев вот этот неизвестный на малтынской пластине систему точек а эти точки каждый обозначают год 11 я решил ее проверить они луна ли это леля потому что в таком виде ее движение за 11 лет похоже на славянский символ лель обережный символ лелеет хранить и взял 11 лет и умножил на цикл который в этих же календарях и содержится в этой малтынской пластине в ачинском же если чуть ниже покажу раньше год был 360 дней и поэтому есть писания по всему миру которые говорят о катастрофах которые добавили пять дней к тому циклу что мы живем поэтому здесь цикл 306,25 я это 11 этих точек умножил на 360,25 получил количество дней разделил на 7 и у меня вышло 566,1 цикла то есть фактически стопроцентное попадание небольшое расхождение корректировалось вот этой точкой для того что вот этот символ лель который дошел до нас он и в крестах присутствует то есть символ известный а второе доказательство было получено на ачинском жезли мной потому что как мы видели вот тот недобор чуть выше на матынской пластине там 0,25 суток он через четыре цикла устранится на это будет священное лето 45 и о чудо на ачинском жезли который из той же сибирской календарной системы у самого основания то есть у самой земли есть вот эти 45 лет три раза по 11 4 раз 12 то есть опять же это луна леля она у самого основания земли она присутствует рассчитывается и даже есть точное движение за 45 лет то же самое на гряде сундуки я нашел этот символ это обсерватория в сибири опять же потом пошел искать этот символ по всему миру оказался увидеть он распространен по всему миру также есть символы двух и трех лун я чуть ниже объясню почему для того чтобы поняли что это не только солнце а луны вот вам еще изображение из египта где солнце под ним луна сегодняшняя существующая месяц которая называется и символ луны лели это лодочка то же самое из шумера но я просто пару вариантов вам привел где видно солнышко и видно леля и месяц кстати из шумера картинки 6 тысяч лет кстати она повторяет то что знает современная наука о земле но она только в людях выражена об этом как-нибудь другой раз но найдя такие катастрофы согласно ведом а первая катастрофа слели она была 111 тысяч лет назад ну 112 практически я пошел посмотреть а что же есть у современной науки по этому поводу оказалось вот это изменение климата за последние 450 тысяч лет оказалось вот 100 где-то 15 тысяч лет назад по их данным произошло ведь вот этот резкое падение зимних температур на земле оказалось что 115 тысяч лет по их расчетам идет резкое падение температур на земле потом она постоянно растет и только 13 тысяч лет опять резко падает опять же это уже луна фата которую я вам чуть позже покажу олег по моему правильно нашел падение осколков этой лели я их тоже своей статье указал вот это северный ледовитый океан вот это леля огромный там где-то 150 километров кратер вот это огромная трещина она еще вниз идет тысячи километров то есть скорее всего действительно сюда осколок попал когда ну это нужно давать новые ответы вот чуть выше кстати структура на дне моря как бы не до ария конечно это все надо изучать но фотографии со спутника низ гугл земля показывают что в принципе теоретически эти карты меркатора и современные совпадают и могут там находиться чудеса на этом не закончились потому что на пластине молтынской начинском жезли была еще одна луна опять же неправильно непонятая в виде полумесяца меня это тоже привлекло полумесяц полумесяц значит дело о лунах здесь она в годах на молтынской пластине 14 лет ну году по-современному она очинском жезли он справа видите 273 то есть согласно легендам ее оборот был кратен 13 опять же я взял 14 лет умножить на цикл до земли до потопа старого по моей версии 360 25 сотых перемножил и разделил на 13 у меня получилось 387 целых 96 сотых цикла то есть за 14 лет стопроцентное совпадание по луна эти пластины эти движения неизвестны науке то есть они не понимают что это такое что это за 14 точек что это за 273 точки они не понимают но то же самое удалось найти на мезинском мезинском браслете календарная система вот эти вот линии все внизу он показан хорошо это как раз 20 линий по 13 20 линий по 13 то есть это движение луны фаты а вот эти протосвастичные системы это как раз тоже совмещение движения луны и солнца вот он блин приближение он из бивня мамонта тоже из костей мамонта сделан мне скажут а куда ж фата упала а вот пожалуйста вот она упала в районе америки вот это огромная трещина вот это место что я квадратиком красненьким обвел скорее всего туда этот осколок и упал почему скорее всего эта система выбрана там сделаны террасы и кто так культурно выбрал всю эту плоскость то и сделал карьер забрал самые ценные элементы а песок сбросил на территорию америки если интересно будет когда-то увидим вот этот разрыв атлантиды на севере разорванная гряда 350 километров разрыв этот разрыв когда вверх атлантиды именно это атлантический океан его центр ушел в сторону великобритании они с атлантиды тоже триста двадцать четыре километра разрыв ушел в сторону америки то есть жахнула так что порвало все клочья опять же посмотрел пошел к науке посмотреть что там у них делается это внизу это тысячи лет между 15 10 тысячами ранний триас у них опять же резкое падение но это я нашел температуры в гренландии вот оно резкое падение потом только рост возобновления опять же периоды растительности по их слабо по науке тринадцать тысяч лет леса нет а сока разряжены бережно-сосновые леса то есть жизнь фактически уничтожена 90 процентов гибели нашел я эту атлантиду и как бы и до меня нашли в принципе я просто показал что это действительно так это убереговано как раз африке в принципе и со стороны америки тоже есть эти затопленные сооружения вот они у кубы они их нашли так что действительно эти катастрофы были произошли и луны были и места падения их есть календари подтверждают зная это удалось решить календарь майя после все наука говорит он инопланетный он не инопланетный он показывает луну которой уже нет вот она основа индия или по-русски рода начитается потом расход на четыре стороны света кстати такое возможно только если вы живете на северном полюсе потом идут 8 3 грамм это солнечная письменность она по всему миру и в китае в россии везде потом идет вот эти точечки это 13 а я вам говорю выше что это цикл луны фаты и 20 раз повторенное также как на мезинском браслете они этого не знают мы это знаем предлагаем и но если луны было две погибло и была третья значит мы нашли змея горыныча легендарного вот он на малтынской пластине с другой стороны вот эти три головы вот это змея горыныч нарисованный а теперь внимание если мы знаем русский язык давайте уберем согласующие символы и прочитаем просто гласные не обращайте внимание в современной школе не так мы по-народному просто г-ры-ны-чи 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 горит ночью горит ночью змей горыныч трехголовый пожалуйста вот он вот он опять же попадаем египет уловите тонкость русского языка который появился вроде бы недавно вот египетский товарищ гор горыныч сидит на лилии лели и вот его три головы вот его друг друг ахура мазда из зороастризма из шумера вот у него эти три головы опять же знаю русский язык ма это материя мать 3 да это троичность то есть три луны материальная ну отсвечивающие на землю по-русски говоря так что опять же даю эту общую систему это молтынская пластина центр это луна месяц плюс солнце внизу 11 это леля 14 это фата вот фата красный месяц тоже в центре вот этот змей горыныч трехголовый то же самое этот ачинский жезл 45 это леля 273 дня это фата а 360 вот эти 360 что я постоянно там умножал это как раз совпадение цикла луны и месяца согласно ведом они совпадали до потопа чтобы вы не подумали что таких символов нет вот эти три змеи змей горыныч это диск по моему из небра он германия месяц фата леля все как мы видели на календарной системе по бокам солнца и главные созвездия вот вам старинные казачьи штандарты так как фата погибла по по идее крайней по ведом это было 13 тысяч 25 лет назад поэтому она больше сохранилась вот этот полумесяц это как раз и есть фата ее движение за 14 лет ну а три луны это уже скорее всего сам змей горыныч вот оцените какой срок традиции то же самое товарищи индейцы ацтеки майя вот у них такое ощущение что щит говорит у нас было три луны осталась одна потому что внизу 3 верху 1 ну это конечно просто для внимания а это тоже аналогичный диск из великобритании сроков они ему не дают потому что они вообще не представляют что это такое найден древние обсерватории вот это же леля фата месяц и основное созвездие медведица и полярная звезда сбоку это движение солнца зима лето максимальные положения вот как сильна наша генетическая память мы все говорим медведица на самом деле он сейчас ковш а почему медведица пуша это созвездие 100 тысяч лет назад так выглядел поэтому и медведица она меняла свои положения и менялась название нам скажут а как передали такую информацию по моей версии через узелковую письменность объемная письменность которая не замечается наука она есть дожила до нашего времени вот она и была объемная световая и кстати в денисовской пещере в сибири нашли вот это колечко из гранита ювелирное украшение которое не нашли на очимском жезли а там была эта штучка вот она как раз олицетворяла какое-то движение само так что я просто к тому что календарная система ведет тысячи лет я вам специально такую картинку показываю что слева официальная версия ученых справа археология плюс наши наблюдения показывают что человек носит в кармане календарные системы сроком синхронизации тысяча восемь лет которые как карманный айфон сегодняшний и там 3 луны солнца и 5 планет солнечной системы это каким диким надо быть действительно существом чтобы уместить все это на маленькой в кавычках системе как эти календари древности я я хотел просто показать эту изменение полюсов потому что по ведом опять же в начале первой катастрофы полюс был как раз географическом центре после крушения лели 111 тысяч лет назад он ушел в гренландию после крушения фаты 13 тысяч лет назад и атлантиды гибели он ушел ниже гренландии потом он вернулся куда-то вверх и уже я так думаю я считаю пока олег может меня поправить даст новые данные мы сможем как говорится исследовать дальше он вернулся в россию и там где-то в 17 18 веках его что-то вернуло обратно в америку или в гренландию куда-то в тот район мегалиты тоже показывают то же самое это пирамиды египта мексики и китая они одинаковые тут хотел бы обратить ваше внимание здесь нет египетских пирамид но они действительно направлены на настоящий полюс северный который сейчас я честно говоря своих исследованиях дошел как раз до 17 века и посмотрите одна из карт 17 века когда асия показана таким же цветом что и перу не я то есть существует единая империя до 17 века именем перу на почему и перу стала называться перу до этого она называлась перу не а там индейцы неправильные но это как бы не формат нашего разговора просто на этом мои исследования пока завершены продолжаю искать передаю слово олегу благодарю всех за внимание ну мы послушали версию или гипотезу виктора в ней очень много действительно фундаментальной информации он поделал проделал огромный труд по изучению этих календарей и символов конечно же это бесценно что он сделал но мы все исследователи и у каждого из нас свои версии мы нисколько из-за этого не делаем проблемы и просто каждый из нас доносит свое видение того что произошло как это происходит но это происходит из-за специфического допустим образования каждого из исследователей каждый человек видит действительно мир по-своему зависимости от своего жизненного опыта от своих профессиональных навыков и я немножко расскажу свою версию или свою гипотезу этих событий я начал эти исследования фактически опираясь на памятники архитектуры моего региона где я живу это при Черноморье до меня их толком никто не изучал ну были конечно исследователи но никаких выводов соответственно альтернативной истории они не делали когда я нашел первые крепости звезды которые даже на сайте крамола не были опубликованы таманская анапская крепость звезда несколько крепостей звезд находящихся в крыму в севастополе там в районе голландии большая крепость звезда я поразился тому что они разрушены фактически до основания и снесены каким-то огромным потоком то есть стены разбросаны а потом мы нашли самую большую крепость звезду в россии это керченская крепость которая случайно уцелела ее просто забросала грунтом сверху а потом ее в середине 19 века якобы инженер тотлебин раскапывал и с этого начались наши исследования мы объехали практически все что могли объехать краснодарском крае и кругом натыкались на разрушенные практически до основания такие же замки как во франции огромное количество крепостей звезд и из этого мы сделали вывод что на земле произошла планетарная катастрофа и датировка этой катастрофы примерно мы так предполагали где-то 15 16 век и действительно это все совпало с тем что мы думали то есть екатерина вторая в конце 18 века районы северного причерноморья заселяла новым населением местные видимо погибли все за исключением каких-то очень маленьких выживших групп это были конечно же непосредственно среды следы огромной планетарной катастрофы по моей версии эта катастрофа произошла вправление ивана грозного разразилась война ядерная об этом говорил алексей кунгуров многократно и я в принципе придерживаясь его мнения он действительно изучил все следы бомбардировок на поверхности земли и это конечно не метеориты как многие рассказывают это действительно как по учебнику о последствиях применения оружия массового поражения действительно в основном следы от воздушных ядерных взрывов с областями подсоса в центре вот так вот все при черноморья было разбомблено и мы нашли следы от воронок и около анапы в море и около там они и в усть лабинске в устье кубани но практически везде в крыму потом мы поняли что уровень черного моря был поднят метров на сто двести и все прибережные города конечно же там утонули но все эти изыскания я изложил они очень длинные у меня есть проект гибель тартарии история великой тартарии сегодня мы говорим о лунах что по моей версии произошло скорее всего вот эту катастрофу с 17 18 веков и и временные рамки по реальной хронологии это 1685 1690 год эта катастрофа была вызвана ядерной бомбардировкой впоследствии чего на землю упал какой-то огромный небесный объект вызвавший потоп я применил своем исследовании гироскопию обычную представил землю гироскопом со мной многие конечно спорят по этому поводу но спорить здесь нечего я учился на штурманском факультете военно-морского училища и тогда еще преподаватели говорили что все объекты крутящиеся в трех степенях свободы имеют момент силы а это свойство гироскопа то есть землю однозначно надо применять принимать за гироскоп если она конечно шарообразная но в этом я кстати не сомнимаюсь в отличие от многих других и вот свойствами гироскопа является прицессия прицессия появляется при внесении груза на ось гироскопа либо при замедлении вращения но замедление мы рассматривать не будем она должна была настолько замедлиться чтобы действительно вызвать прицессионное движение а вот груз был реально привнесен и привнесен он был при полярные области из-за чего провернулась гидросфера относительно литосферы это была причина перелива волн серии цунами по всему побережью евразии северному из северного ледовитого океана более южные районы и так вот были затоплены низины пресноводных озер средиземного моря черного каспийского морей тогда это были все в пресноводные озера и там эта вода остановилась следы прохода волн цунами очень хорошо видны мы здесь рассматривать не будем причиной всех этих событий было падение на землю я насчитал 6 крупных частей от чего-то а это чего-то вращалась вокруг земли на орбите и это не может быть нисколько никакой кометы никаким метеоритом летевшим из космоса почему потому что никакая комета и метеорит перед падением на орбиту земли не входит и не вращается по ней до ее траектория путь этой кометы может быть искривлен если она попала в гравитационное воздействие земли и фактически она ударит землю в лоб но здесь следы падения частей именно идут по орбите с определенным разлетом то есть может быть даже так что эти части не все упали сразу же продолжали вращаться еще пару-тройку оборотов но эти следы мы нашли и один след который показал виктор этот след находится у нас в районе северного полюса потом большой след в районе камчатки след от трех частей в районе филиппин огромный кусок упал в австралию и огромный кусок упал пролив дрейка пробив проход пролив между антарктидой и южной америкой но смысл в чем что тогда получается леля у нас упала а это было именно лени она упала первое потому что вторая фата упала в средине 19 века и вызвала вторую катастрофу так вот получается что действительно на рубеже 17 18 веков в этот временной период 1685 1690 годов глобальную катастрофу на земле вызвавшую серию цунами огромную смертность с десятков миллиардов до десятков миллионов оставшихся населения нашей планеты вызвала именно падение лели объекта находящегося на орбите теперь немного про фату фата у нас упала в по моей реконструкции в средине 19 века весь этот песок засыпавший фактически зеленую северную африку с растительностью он был привнесен этой фатой отличие у них только одно что леля упала большими кусками частями разрушили ее перед самым падением на землю а фату взорвали еще высоко на орбите когда она только начала с нее сходить причины схода этих двух спутников разумеется были внешне их просто видимо сказать по авиационному сбили нарушили какие-то механизмы удержания их на орбите они начали падать так вот фата была фактически раздроблена и превратилась в облако состоящая из осколков ее небольших песка пыли и ее гидросферы которые замерзла кусочками льда и вот это вот фата упала одним большим куском в пустыню токламакан еще небольшой кусок пролетел дальше упал в красное море еще небольшой кусок упал ее в районе верение не в районе а в африке и там получилось озеро виктория которого действительно не было до 19 века песок летевший за этими осколками накрыл ближний восток и северную африку практически похоронив под многометровыми толщами оставшуюся там цивилизацию она только возрождалась после первой катастрофы когда там просто северной африке было все разбомблено но это очень длинный рассказ и я его в своих проектах гибель тартарии история тартарии а потом еще у нас есть проект три полюса два потопа объяснил очень хорошо так вот немножко добавлю что облако от обломков фаты вместе с огнем вращалась по орбите земли в районе трех лет это хорошо рассказал сергей игнатенко приведя документы что с 1843 по 1846 год на земле шли градобои был голод а градобои были не града а именно камней а вот гидросфера эти кусочки льда падали вместе с обломками песком пылью мелкими камушками периодически на землю в течение трех лет вот это вот ледяшки разогревались верхних слоях атмосферы мы знаем что когда объект с космоса находящийся практически на первой космической скорости чтобы находиться на орбите входит в атмосферу он разогревается и вода лед во что разогревается в пар то есть получается конденсировался пар так вот этот сконденсированный пар он скопился в атмосфере и разумеется проливался дождями прибивая к поверхности всю пыль попавшую в атмосферу и получается из космоса но я это действительно долго рассказывать сегодня не буду этот процесс и механизм я полностью описал в проекте три полюса два потопа что такое земля гироскоп как я нашел промежуточное положение полюса между гренландии и современным положением я немножко сейчас о нестыковках наших двух гипотез с виктором расскажу то есть моя гипотеза по полюсам полюс первичный был в гренландии до потопа первого до падения лели до первой катастрофы потом он перескочил в промежуточное положение я это вычислил по амеркаторским картам но не по большим где он всю поверхность земли рисовал уже с современным положением полюса а по фрагментарным под таврики херсонеская которая охватывает только при черноморье по меридиональной сетке я и вычислил среднее положение этого полюса и она по широте на три градуса отличалась от современного в город темрюк там был написано 48 градусов а сегодня он 45 то есть этот полюс был немножко на три градуса ближе к северному побережью евразии и немного восточнее а современный полюс он образовался скорее всего только после падения фаты в конце 19 века и большая часть всех с древних карт которые нам показывают это иллюстрации для новых учебников истории которые создавались фальсификаторами как раз таки второй половины 19 века тогда же создавались вот мы с алексеем кунгуровым разговаривали про картины васнецова который рисовал москву 12 века это что не существовало репин который рисовал картины про убийство царем иван грозным своего сына хотя этого исторического факта никогда не было а теперь чуть ли не в учебниках истории об этом рассказывают показывая картину также репин рисовал бурлаков которые фактически не могли таскать суда по бездорожью вдоль рек против течения когда скорость человека фактически равна скорости течения да вы скажете что человек шел по инерциальной системе берег и относительно воды его скорость увеличивалась но вернее объекта которые тянули по реке но это опять я рассказал в одном из своих фильмах в котором развенчивал исторические мифы про речное парусное и бурлачное судоходство но не факт то есть теория гипотеза виктора он указал свои положения полюсов я указал свои положения полюсов но это надо все исследовать эта информация пока закрыта для общего пользования и скорее всего мы никогда ее не увидим эту информацию может быть когда-нибудь течение жизни какие-нибудь откроют документы из александрийской библиотеки и мы будем это точно знать но на том и и исследователи чтобы иметь свои версии следующая версия виктор сейчас показывал изменения созвездия большой медведицы что современный вид вот этого ковша она пришла там через какие-то тысячи лет а до этого она выглядела по-другому нет это просто не то созвездия и мы очень хорошо это видим на многих картах опять же средневековых так называемых перерисовках где небесный полюс находится созвездие дракона и как раз мы выпустили фильм медведица или дракон и там очень хорошо все это рассказано причем это даже рассказал не я я копался в этой информации собирал эти карты а тут вышел вышла статья в крамоле дмитрия мыльникова который нашел там все три положения полюсов независимости от меня я просто повторил его исследования что касается современной гренландии гиперборея находилась вот этим первичным полюсом на горе миру в районе гренландии и скорее всего гренландия является остатком одного из четырех островов которые там находились и по моей гипотезе гиперборея была фактически уничтожена географически уничтожена как четыре острова именно в момент падения куска лели в район северного лидовитого океана там трещина была вызвана огромная сейсмоактивность также как и была вызвана сейсмоактивность на современной чукотке в районе охотского моря и вот эти землетрясения не поменяли полностью там ландшафт в районе анадыря магадана сложились просто литосферные плиты и мы сейчас видим сплошные складки как на стиральной доске а центр цивилизации города татар мангул тындюк камбалу находились именно там в этом районе охотского моря и в том районе который от падения этого куска ушло под воду это самая северная часть вернее вот это вот востока евразии она сейчас находится под водой и вот там как раз города тартар и мангул и в тот же момент гиперборея была также сейсмоактивностью разрушена эти четыре острова и гренландия один из них единственный вопрос по ориентации пирамид у нас сейчас остается только по египетским пирамидам они практически единственные всех пирамид направлены на современный северный полюс и можно конечно же сразу же сделать вывод если знать что северный полюс современное состояние перескочил в середине 19 века что эти пирамиды построены были после этой катастрофы середины 19 века то есть они вообще на воде но они засыпаны песком от падения фаты то есть все таки фата засыпала и отсюда только один вывод что вот этот вот промежуточный полюс не перескочил от падения фаты а постепенно с момента перескока из гренландии то есть из гренландии скачком он перескочил это промежуточное положение на рубеже 18 века начала 18 века в этот период а потом сам потихонечку за какое-то время видимо из-за прецессионных вот этих но уже затухших движений ослабших он потихонечку перешел современное место и египетские пирамиды были построены реально за несколько десятилетий до падения фаты то есть средине 19 века то есть они были построены в начале 19 века и наполеон скорее всего эти пирамиды застал новыми есть свидетельство что наполеон видел египетские пирамиды которые были облицованы и сверкали на солнце на них были славянские надписи какие-то и наполеоновские войска расстреливали лицо сфинкса и эти пирамиды из пушек а вокруг на них нападали мамилюки на лошадях а сейчас там лошадей нету и близко выпаса никакого нет там пустыня одни верблюды мамилюки на лошадях там существовать не могли но мы знаем что на тот момент прихода наполеона в начале девятнадцатого века северная африка была зеленой там были леса там были луга но все это было засыпано песком после этого падения фаты районы северной африки и ближнего востока наиболее пострадали были засыпаны песком ну конечно тот то место в тибете так называемая пустыня так ламакан там вообще видимо все было уничтожено там был основной удар нанесен и основные последствия падения большой части фаты кстати тогда же появился и был байкал современном виде сейсмическая активность там все поскладывала и получилось вот такое озеро опять же почему озеро существует предположение что железная дорога от москвы до владивостока была построена на частях старой дороги а вот как раз когда ее открывали через юг байкала была паромная переправа и дорогу там в этом районе максимально и строили пробивали какие-то скалы а все остальное протяжение этой дороги она уже была готова и скорее всего только восстанавливали рельсы так вот образовавшиеся озеро байкал скорее всего эту дорогу перерезала и пришлось нам наладить паромную переправу потом через какое-то время по югу байкала сделали обвод вот это вот самой железной дороги но в принципе я различия наших гипотез с виктором объяснил теперь она перейдем с виктором просто к общению да дело в том что если подвести итог можно сказать следующее три луны были это главное наука них нам ничего не говорит когда происходили катастрофы катастрофы происходят постоянно и даже я делаю свои исследования я ставил себе задачу посмотреть как можно максимально глубь поисках от народной культуры но сам факт что информации из глубины веков намного больше чем за последние 300 лет такое ощущение что последние 300 лет она интенсивно уничтожалась выжигалась и события последних 300 лет настолько для нас сегодня замалчивается наука и там такое маленькое количество правды что действительно такие исследовали как кунгуров сергей гнатенко вот олег павлюченко даже набросившись на эту тему таким немалым количеством это постоянно открываются какие-то новые факты добавляются то что мы и не знали не предполагали еще вчера факт говорит о том что изучать надо потому что произошли колоссальные изменения изменения эти коснулись в том числе и полюса но для того чтобы говорить когда что конкретно все равно нужно продолжать искать главное что изменения были последние 300 лет они настолько интенсивные что фактически нет информации правдивая она уничтожала луны были полюс менял свое положение нужно продолжать исследовать в этом направлении и искать единственный вопрос вот я хотел бы тоже спросить а вот эти крепости звезды как вообще есть какие-нибудь варианты провести проверку сколько шим все таки действительно столетий лет или состав того песка что на них это он северного моря или черного в таком вот направлении есть какие-нибудь такие предположения и какие дополнения тоже по моему докладику вопрос ведь но насчет образования датировок в принципе носовский с фоменко очень хорошо разложили не актуальность радиологического радиоизотопного метода а других методов нет есть только документальный которым историки и пользуются но мы знаем как они датировки определяют по аналогии с другими находками здесь его определить невозможно я скажу одно что вот из первичного допотопного материала из каменных блоков построена целая керченская крепость и эти блоки однозначно они искусственные из порошка песчаника с пластификатором такая же полу целая петропавловская крепость хотя у нее проломы в стенах большие заложены кирпичом кирпич начали применять после в межпотопный период то есть после первой и второй катастрофой а самое интересное я увидел в севастополе половина центра севастополя положено из таких же блоков как и керченская крепость и вообще в крыму встречаются здания целые именно из такого блока и в них живут люди вот херсонесе ходишь там обломки фундаментов но в том же херсонесе стоят дома хозяйственные музейные из него сложены то есть они остались целые после этой ситуации ну как обычно как смотришь картины войны вся деревня сожжена одна хата стоит такие ситуации бывали и немножко еще дополню про свидетельства трех лунах вот есть в теотеокане пирамида на ней надпись расшифровали археологи и написано что малая луна разбилась то есть есть еще какие-то свидетельства небесный диск ты рассказал какой он есть вот период трех лун отражен также в калиде даре в календарях славяно-арийских но в основном это все свидетельства индийские или российские больше никаких нету то есть махабхарта вот эти вот ведические наши письмена оставшиеся там датировки конечно древние вот допустим в той же калиде даре написано 143 тысячи и пять лет но я думаю что все таки это может быть время их образования вернее там про две луны написано третью луну фату была леля и месяц а потом притянули третью луну фату после какой-то катастрофы собиты она была спутником д д это за марсом пояс астероидов была какая-то планета ну опять она описана в мифах она была разрушена и вот из нее притащили спутник фата то есть технологии были такого уровня что могли перетащить целый спутник скорее всего он и сам то и все спутники тоже могли бы быть искусственными но это не сегодняшний вопрос марс назывался арием а вот я была за ним и третий спутник появился между лилей и месяцем с периодом обращения кажется 13 13 суток 143 тысячи лет назад это 13 суток то есть какой-то момент но погибли вот они по моей гипотезе совсем недавно хотя конечно же много к этому вопросов не но я хотел бы подтвердить тебя то что не понимаешь последние 300 лет было такое количество катастроф и ударов по земле ну для простого человека непонятны что не мне ну не мудрено сказать что это были огромные спутники типа лун то есть огромное количество ударов а вот мышь не можем их все датировать однозначно в чем проблема про датировку может как раз твои находки по полюсам позволят датировку зданий построил это чем я хотел спросить раз нам химики историки не помогут а вот выводить постройки на полюс может это возможно вот твое мнение ты школе смотрел тоже там выводил его где он находится может до потопный именно по постройкам перестройка такое вот это я имел ввиду может это хоть возможно наши но это надо думать надо смотреть пока механизма допустим и какой-то методологии этого нету с алексеем кулгуровым как раз разговаривали по теме как выработать какие-то хотя бы методы вот носовский с фоменко они методы хронологических сдвигов из-за зодиаков хорошо просчитали то есть они с чего начали свои датировки исследований зодиаков они исследовали зодиаке это зашифрованные даты конечно же там по индик там считать ничего невозможно индикт одной лунная было три то есть даты всех гуляют а вот зодиак он четко все показывал и кстати очень интересный момент еще доказательство трех лун это такая уже наука или как ее назвать астрология и в астрологии до сих пор астрологи такие хорошие серьезные не гороскопу луны еще судьбе человека всегда отмечают две основные вещи это белая луна и черная луна считается в астрологии вот это что это фиктивные планеты но теперь мы понимаем что эти планеты не фиктивные а просто информация об их движении и гороскопы фактически остались в этой астрологии на сегодняшний день и получается что это совсем недавно было не забыли еще астрологи про существование этих черной и белой луны чем у них мифически считается что черная луна это фатов фатальность то есть плохо а белая луна это хорошо то есть леля хорошая а фата плохая но это мы пришли уже в мифологемы не нет ну ты совершенно прав потому что если быть окончательно эти как говорится честным я например о трех лунах изначально узнал именно из астрологии потом это были веды потом это был поиск хождения по миру как говорится поисках ответов подтверждение тому что написано в ведах но потом раньше это веда это просто знание были а последние 300 лет превратили знание непонятно что официально такого вообще не существует хотя мы видим наоборот то что официально на ничем фактически не подтверждено это просто поэзия в сторону одной какой-то силы и поэтому пришлось идти самому и отвечать на вопросы был я в том же шумере как раз я побывал и отвечу там у них много информации по пятой планете по этой идее которая погибла вместе со своим спутником люцифером где сейчас поиск астероидов этом описал что поиск астероидов настолько маленький что он по размерам меньше нашей луны то есть куда делась лют летице это так та планета которая все ищут нибиру которая ушла на новую спираль она изменила свою траекторию и потеряла спутник фату который как ты правильно сказал веды опять же знания говорят что этот спутник появится сто сорок три тысячи лет назад то есть это все действительно есть наука в об этом ноль она не любит инопланетное но когда видит древние календарные системы начинает их относить к инопланетным потому что вот этих объектов их нет их нет в календарях древних они есть я все календари не видел после как ты правильно сказал 300 лет там все настолько вымощена ну в ноль просто в ноль ничего нет нужно исследовать смотри сколько людей набросилось и все равно нужно продолжать ну я думаю на сегодня хватит смотреть дальше наши зрители увидели наши точки зрения кто-то присоединиться к нашим исследованиям у кого есть еще какая-то информация пожалуйста с ней поделитесь потому что действительно реальных документов о существовании трех лун очень мало все они на вес золота есть еще допустим санте и веды перу на где-то оказано есть там тоже махабхарта которая датирует эту борьбу кстати восемнадцатом пятнадцатом веками до нашей эры ну убрав до нашей эры вот получается моя гипотеза но я ее опять никому не навязываю это моя гипотеза это плод моего жизненного опыта и моего образования так что тут еще исследовать и исследовать что же было по-настоящему ну наверно до свидания если понравится наш фильм мы продолжим дальше свои рассуждения по теме трех лун может быть с виктором пригласим еще кого-то из зрителей или исследователей кто откликнется и проведем втроем в четвером конференцию по трем лунам подготовившись да я хотел бы тоже всех поблагодарить за внимание сказать что мы искатели мы ищем а ищем ответа информации много когда-то может систематизируемый окончательный вывод примем но не думайте что мы все знаем присылайте нам ссылки информацию под под на каналы наши на социальные сети где тоже вы видели все эти символы расчеты если вы увидите их в индии китае да вообще по всему миру в любое время календарные системы присылайте ссылки фотографии для того чтобы мы могли продолжить исследования в том числе и по передвижению магнитных полюсовых положением на картах и так далее всем благодарю за внимание до новых встреч до новых встреч